В первое занятие ты уже начнешь чувствовать, как это работать в компании, как это работать в команде. Давай создадим новый репозиторий, назовем его PythonDefice. Сергей, можешь написать фамилию. Главное, чтобы PythonDefice и твой идентификатор. Можешь написать свой логин. Так, да? И что-то еще. Идентификатор, да, потому что мы тебя будем сейчас трансферить в нашу организацию. Сейчас будем трансферить тебя. Так, идентификатор, свой номер получается. А все, что хочешь. Можешь свое имя написать, можешь фамилию написать, что-то, что бы тебя отличало от других. Отлично. Так, далее. Вот у нас есть тип репозитория. Соответственно, мы ни от кого ничего не скрываем. Мы делаем публичные репозитории. Вот, чтобы нам, коллеги и вообще ребята, которые будут заходить к тебе уже на аккаунт, они, чтобы те кидали pull-requests. Сейчас я тебе расскажу, что, то есть, с помощью pull-requests ты сможешь обмениваться опытом. Это крутая очень штука. Далее, давай мы с тобой сейчас поставим галочку, где написано add readme файл. Отлично. И лицензию выставим, можем написать MIT. Там что есть? Ага. Напиши MIT. Вон он, вон он MIT. Так, вот. Что это значит? Ну, это как бы мы даем добро, что мы как бы не против, если кто-то будет пользоваться нашим кодом, как они захотят. Так как мы с тобой не пишем коммерческий код, который сверхзащищенный, закрытый, мы даем добро всем ребятам, пользуясь нашим кодом. Окей. Create репозиторий. Там еще штука, как addgitignore. Это файл, который будет игнорироваться и не пушится. Пока это для нас не актуально. Так, я могу тебя поздравить, ты создал супер репозиторий. Спасибо. Это действительно уже большой шаг. И именно правильно обучение языку начинается с этого. Давай научимся сейчас мы переносить репозиторий в организацию. Сейчас мы сделаем трансфер. Нажимай settings. Так, найти бы вот с этим, да? Да, с этим. И внизу, если вниз проскроешь, там будет кнопочка transfer. Вот, давай жми transfer. Так, transfer, вот ownership, да? Да. То есть ты берешь и передаешь, ты доверяешь моей организации, то есть нашей организации, ты доверяешь и передаешь этот репозиторий к нам. Давай для начала сделаем fork. Что такое fork? Ну, то есть это значит, что ты полностью скопируешь в свой личный репозиторий. Вот любой репозиторий, любой чужой репозиторий ты можешь скопировать. Это круто. И эта операция называется fork. Форкнуть репозиторий. Давай мы сделаем fork-репозитория. Да, твоего же. Нажимай на него. И справа наверху есть fork. Так, справа наверху. Вот вижу. Да, и еще есть крутая штука, называется star. Вот star это как будто ты лайки ставишь. Вот в соцсети есть лайки, вот как бы как лайки ставишь. То есть это круто повышает в поиске. И во-первых, и во-вторых, то есть когда люди пытаются найти репозиторий по Python, чем больше star стоит, чем больше звезд, тем выше твой репозиторий в поиске. Для того, чтобы сделать fork, ты просто можешь нажать на кнопочку fork, либо вот здесь вот нажать на create new fork. Вот это вот. Да, либо просто нажать на fork. Да, вот сейчас, соответственно, ты тоже копируешься себе репозиторий, создаешь себе уже репозиторий. Ага. Все, создаем, да? Да. Соответственно, это уже первый шаг к пулу-реквесту. То есть вот такие форки мы с тобой будем делать от наших коллег. У нас есть студенты. Вот, по Python у меня у вас основной пул студентов по Python. У меня, как ты знаешь, еще есть студенты по PHP. Есть еще студенты по JS. Ну, в видео в YouTube, да. По JS еще есть, но их мало. То есть в основном у меня Python. Второе место у меня PHP очень много, ребят. И третье место у меня JS. Вот, также у меня еще студенты по математике есть. Так, смотри. И в целом, вот сейчас мы сделали fork. Самое интересное, наверху слева ты можешь видеть, от кого ты форкнулся. Видишь? Да. Да. Давай для начала, вот, к примеру, вот сейчас чисто в качестве такого пробного задания мы, скажем так, представим, что мы сейчас сделали fork, соответственно, какого-то репозитория и нашли в нем ошибку. И хотим помочь нашему коллеге исправить эту ошибку. Для начала, что да, сделаем простенькое. Вот, допустим, мы хотим дописать высказательный знак, вот, чтобы у нас Python DeFi Smartfin был с высказательным знаком. Давай для начала мы нажмем карандашик. Нажми карандашик. Внизу справа. Вот он. Да. И сейчас поставим высказательный знак. Обычно простой сейчас сделаем. По сути, ага, и нажми commit. И давай назовем commit. Ну, можно, он, кстати, неплохо уже автоматически делает нейминги, то есть update readme. Да, можно так оставить commit, чтобы назывался update readme. Нажимай commit. К примеру, вот мы хотим помочь нашему коллеге, то есть в дальнейшем, когда ты у меня будешь уже в коллективе, то есть когда ты у меня со студентой познакомишься, мы с тобой будем вместе команды писать аппликейшены, приложения. И то есть мы должны будем, ты ему кинул pull request, он текилл pull request, ты кинул commit и так далее. Мы будем потихонечку, то есть у нас будет задача следующая. Я на тебе дам, написать тебе компонент задачу в дальнейшем. То есть вы в дальнейшем будете писать целые команды, крупное приложение. Вот, и ты будешь писать какой-то маленький компонент, другой человек тоже будет писать компонент. Из этого всего потом друг другу будете кидать pull request. Вот, я тебе потом покажу, как это все происходит. Для начала, вот ты сейчас внес какое-то изменение, да? Но это все находится в том репозитории. Мы хотим сейчас уведомить уже, соответственно, того товарища, откуда мы форкнулись. То есть мы хотим его дополнить. Как это сделать? Нужно нажать pull request. Нажми наверху слева pull request. Так, pull request. Да. Это значит, что мы кидаем pull request. То есть мы какие-то внесли изменения уже в нашей репозитории. Хотим, чтобы туда уже к нему запушить эти изменения. Вот видишь, new pull request. Нажми кнопочку. Да, вижу. Ага, нажимай. Видишь, что ты смотри, у нас получается откуда. Откуда, видишь, хай-репозиторий. От тебя, Сергей Марфь, видишь, от Сергея, ты будешь пушиться. Вот здесь вот. Наверху слева, посмотри, видишь внимательно, вот там наверху слева написано, куда ты, видишь, пушишься, да, чуть ниже. Написано able to merge, да. Да, вот, видишь, вот сюда мы мержимся. А откуда мержимся? От тебя, видишь? От Сергея справа написано, откуда мержимся. Справа, а слева написано, куда мы пушимся. То есть мы хотим передать вот наши доработки в тот репозиторий, в котором мы форкнулись. Вот, чтобы это сделать, нам просто нужно нажать create pull request. Зеленую кнопочку нужно нажать. И опять. Да, можем написать название нормально, но, в принципе, можно так оставить пока что. То есть обычно коммиты мы будем называть уже, мы должны думать над названием коммитов. Но пока что в рамках такого еще первого пробного можем оставить название коммита update readme. Да. Угу. Угу. А в целом, когда я работал в компании, к названию коммитов очень серьезно относились. То есть очень серьезно относились к названию коммитов. Далее, смотри, так как у тебя стоят повышенные доступы, я тебе выдал доступы администратора на сенаторов AI, у тебя доступы, потому что серьезные, ты можешь сам себе принимать pull request, но сейчас я это сделал за тебя. То есть, по сути, у тебя не должно быть кнопочкой merge pull request. Но так как у тебя, у тебя очень высокие права на сенаторов AI, то есть ты сам себе можешь pull request принимать. Сейчас я приму у тебя pull request. Как это происходит? То есть я захожу со своей стороны в pull request, и, соответственно, ознакомились с твоим pull request. То есть я нажимаю на коммит, то есть нажми на коммит. Так, коммит. У тебя клавочка коммит появилась, ну, вкладочка коммит. Чуть выше, чуть выше, чуть выше, там, видишь, чуть ниже. Так, вот вижу коммит. Да, да, жми. То есть это я вижу со своей стороны то же самое. То есть я вижу, что ты у меня сделал коммит, соответственно, один файл задействован у нас. И вижу, что ты сделал. То есть ты ничего плохого не сделал. Я, исходя из этого, вижу, что все окей. Я принимаю тут коммит. То есть я нажимаю кнопочку merge pull request. И пишу, что все окей. Типа, да, пишу comment ok. И мержусь. Так, смотри, сейчас у нас коммит. Сейчас я приму твой pull request. Так, нажимай на conversation, слева tab, ага, жми. Все, супер. Все поменялось. Да, видишь, я написал ок, и коммит, то есть я pull request принял. Что это значит? Это значит то, что ты, получается, сначала сфоркнул репозиторию. Ну, к примеру, ты форкнул какой-то репозиторию, где пишется приложение. Решил вот чуть доработать, что-то там подшаманить, какую-то фичу внедрить. И хочешь разработчиков уведомить, что ты допилил их приложение. Вот, и с помощью операции pull request ты их уведомляешь, и они принимают твои изменения, твои доработки. Это крутая штука. Мы с тобой будем в команде так в дальнейшем работать. То есть мы друг другу будем кидать pull request. То есть ты будешь заходить в репозитории коллег своих. И будешь кидать им pull request, чтобы помогать им расширять их приложение. Вот, допустим, сейчас у нас актуальная задача – это дописать калькулятор. И там у нас начинающие студенты, они кидают друг другу pull request, чтобы помочь друг другу дописать и расширить приложение. Окей, далее. С pull request мы с тобой пока базово познакомились. Форк мы с тобой изучили. Далее, давай чуть-чуть с тобой оптимизируем наш профиль в GitHub. Так, в профиль. Ага. Давай там нажмем edit profile. Edit profile слева. Ага. В бае мы напишем junior python developer. Name можем написать, ну, наш там какой-нибудь логин, который… Да, можем пока бае заполнить junior python developer. Так. В company там нужно будет поставить собачку сенаторов AI. Собачка. Ага, сенаторов AI. Отлично. Да, отлично. Далее. Вот когда HR, то есть, и дальше уже твоя информация, которую ты хочешь заполняй, хочешь не заполняй уже. Вот, дальше уже HR, когда будут заходить. И следующее у нас еще будет там ссылка обязательно на CodeForce. Сейчас вот мы с тобой еще зарегистрируемся на CodeForce, это важно. В дальнейшем, когда HR будут заходить на репозиторию, а они будут заходить, поверь мне. Вот. Есть вероятность, что мы, то есть, вообще трудоустроимся без каких-то там этих самых поисков на LinkedIn, еще где-то там в HeadHunter. То есть, вообще, опытные разработчики, они что делают? Они круто раскачивают GitHub. За счет этого они приобретают связи и знакомства людей, которые работают уже в организации. То есть, и они потом кидают уже инвайты внутри. И называется внутренний инвайт уже. То есть, и чем круче раскачан твой GitHub, это твой сразу же, твоя вот карточка, которая тебя пропустит в организацию уже без поиска работы. То есть, они тебя сами уже будут искать, и тебя уже же хотеть. Окей, далее. Для начала, в целом, мы с тобой сейчас вот здесь вот сделали первые шаги, чтобы нам остаться на GitHub и завершить эту процедуру. Нам нужно сейчас скачать приложение GitHub Desktop, чтобы взаимодействовать уже с GitHub. Так, здесь сейф надо нажать еще. Пока не нажимай, да. Давай новую вкладочку откроем. Скачаем GitHub Desktop. Сейчас мы закроем по GitHub'у все моменты и пойдем дальше. У меня, кстати, я вижу, что экран, он с большими краями, по краям у меня такие черные полосы. Видимо, у тебя 2500 разрешение, да, вот идет на экране. Да. Чуть-чуть. Да, да, да. Да, окей, окей, окей. Так, далее. Сейчас мы скачаем. В целом, GitHub, что это такое? На первое время GitHub для тебя что такое? Это, во-первых, дневник. Во-вторых, это я тебе туда домашку буду задавать. То есть это способ взаимодействия со мной. Это способ общения с коллегами. Это способ быстрого обучения, развития. Это способ кидать друг другу полу-реквесты в рамках команды и развиваться и расширять проекты. То есть благодаря GitHub'у ты сможешь быстрее обучаться. Потому что, во-первых, ты познакомишься с коллегами, во-вторых, ты будешь друг другу кидать полу-реквесты. То есть сначала начнешь с чего-то простого. То есть какой-нибудь калькулятор писать, да, что-то простенькое. И друг другу будете кидать полу-реквесты, расширять всего. В дальнейшем уже будете более интересные задачки делать. То есть еще крутая штука GitHub, то, что если тебе что-то непонятное, ты можешь, допустим, сделать форк-репозитория коллеги. И, соответственно, строчки, которые тебе непонятно, прокомментировать, скажешь, что типа я не понимаю, не понимаю, не понимаю. И кинуть полу-реквест. И это очень крутая фича. И мы в дальнейшем будем в то же самое делать. Потому что мы со студентами благодаря этому обучаемся. Отлично. Все, поставил. Authorization. Также обратите внимание, что на GitHub ты можешь принимать участие в open-source проектах. Если у тебя когда-то была такая мечта, либо желание внести вклад в что-то такое крутое, то у тебя такая есть возможность. То есть ты можешь теперь заходить на любой проект, который тебе нравится, любой вообще проект, который ты идешь в GitHub, и кидать плей-квест на него. И это очень круто. Нажимай финиш. Так, здесь ничего не надо иметь. Да-да-да, здесь ничего не надо иметь. Нажимай финиш. То есть теперь, ага, в принципе, что-то у нас с Move and Restart. Ну можешь зарестартить, да. Что там у нас? Что он просит? Move folder, the application folder. Что там? Переместить GitHub в папку application какую-то? Замечена проблема, что приложение... Написано, что выполняется из-за аппликейшена из вот этой папки. На вашем... Cloud cause problem. Окей. Так, отлично. Запрашивать разрешение. В целом, хардкорщики, они вообще пишут команды через консоль. Они пишут git commit, git push и так далее. Но это очень неудобно. И когда я работал в компании, я таких хардкорщиков не видел. Мы все пользовались GitHub Desktop для того, чтобы взаимодействовать с GitHub. Вот это мы будем называть кошечка. Соответственно, это наш путеводитель в Миргид. Это клиент для взаимодействия с GitHub. И это крутая штука. Она вам облегчит очень сильно жизнь. Для начала, так как мы будем... Мы договорились пушиться уже в нашу организацию. Давай мы для начала склонируем... Получается, ну, репу нашей организации. То есть тебе нужно фильтр нажать... Да, вот нажать на... Нажми туда на фильтр. Для начала давай зафильтруем с тобой. Зафильтруем. Напишем там. Ага, Марфин. Ага. Надо найти нашу репу. Так, смотри, обрати внимание, что... Вот первый, да? Это твой. Но мы договорились, что мы будем пушиться сразу же в организацию. Давай сразу же пушиться в организацию. Забирай уже сенаторов AI. Чтобы коллеги видели... Да, нажимай клонинг теперь внизу. Клон. Чтобы коллеги видели то, что у нас появился новый студент. И чтобы они смогли с вами взаимодействовать. То есть они видят все твои пуши, они видят все твои коммиты. То есть они видят все, что происходит теперь уже в общей нашей организации. Они все видят. И это круто. Так, далее. Вообще, по-другому взаимодействие с коллегами было бы очень сложно. То есть, если бы не было организации у нас, то это надо было бы друг другу каждого репозитория выкачивать. Это было бы очень удобно. А так как у вас есть все фулл доступы на каждую репу в организации, вы можете взаимодействовать в рамках организации. И это очень круто. Окей. В дальнейшем обрати внимание, когда ты у меня уже попадешь в организацию, ты будешь то же самое делать. Прям один в один. То есть у тебя тоже будет доступ в GitHub организации. Тоже как вот как у меня сейчас. У меня сейчас организация. У тебя будет один в один это все. То есть ты также будешь сделать клон. Вот все действия, которые ты сейчас сделаешь, это все будет один в один, как ты будешь делать у меня на работе. Один в один. Окей. Это очень круто. Далее. Вот сейчас мы сделали процедуру клонирования То есть ты склонировал Папочку, у тебя есть сейчас Ну для удобства ты можешь нажимать Show in Finder Вот там есть кнопочка Show in Finder, видишь? Да, супер Ага, вот, отлично, отлично Далее Смотри Когда я обычно Задаю домашки в конце урока То есть Мне надо открывать камеру и смотреть Пока все окей Все окей, пока все окей, все хорошо Все нормально, да? Да, смотри Далее Я задаю домашки уже в конце урока То есть мы заканчиваем урок И потом я тебе уже пишу в телеграм Что домашку задал, обычно это происходит Там в течение некоторого времени Может быть час, может быть щек То есть как только освобождаюсь, я сразу же задаю домашку И тебе пушу ее, обычно это происходит Там в течение дня Окей, далее Когда я написал тебе, что я задал домашку Какие дальше твои действия Сейчас тебе расскажу К примеру То есть Сейчас как раз на примере этого и сделаю Так, вот Давай сыментируем Я задал тебе домашку, что ты должен сделать Тебе нужно получается Нажать на кошечке На кнопочку Fetch origin Справа наверху Справа наверху Обновить, якобы обновить, да? Да, 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 да Так и есть Что это значит? Ты нажал одну кнопочку, но Под капотом Под капотом У тебя в консоли У тебя Команда пошла Гитпул То есть Ты всего лишь нажимаешь одну кнопочку За тебя программа пишет Консоль Команду Гитпул То есть Ты вытягиваешь все обновления С нашей репы Видишь, что тебе прилетело обновление Потому что я действительно что-то внес То есть Нажимай Пул Да, то есть Я говорю, что домашку я тебе задал Ты нажимаешь Fetch origin Где прилетает Далее что ты нажимаешь Ты нажимаешь history Что после что я тебе задал Это очень удобно Там вот history Слева sidebar Так, history Да, нажимай туда Жмякай на самом верхнем Видишь, апдейт ремень Вот Это самый верхний Это мой прилетел То есть Справа видишь, что я сделал Зелененькое Это что я добавил Красное Это что я убрал Второе восклицательное значение То есть Но когда тебе прилетит дамаж У тебя там будет очень много всего То есть У тебя там будет Папочки появятся У тебя там появится Задание У тебя появится там И так далее Все будет очень круто В любом случае Ты сможешь в любой момент Написать мне в телеграм Где-то что-то Подсказать Рассказать Это все окей Вообще Так По домашке Мы стоим Понимаешь Нажимаешь Фича Ориджин И к тебе прилетает Дамажка Далее В целом Гид это вообще Крутая штука И взаимодействовать И развиваться И домашку задавать И дневник вести Вообще все супер Следующий момент В дальнейшем Когда уже начнем Уже писать приложение Мы с тобой будем Брэнчиться Вот наверху Есть кое-что Кнопка Называется Current branch То есть Мэйн Пока мы будем писать В мэйне То есть Пока мы не будем Себе жизнь усложнять Пока мы будем Все писать В мэйне Но когда ты у меня Уже выйдешь На реально На плюс-минус Коммерческий код На уровне Коммерческой разработки Мы с тобой Будем писать Создавать веточку Дев И каждую неделю Будем с тобой По недельным спринтам Пушиться Вытягивайте В веточку Мэйн То есть Мы будем В ветке Дев Писать Какой-то Аппликейшн Какую-то Фичу И потом После всех У них там Вообще Много веток И на каждой ветке Идет разработка А потом Они все Пушатся В мэйн Но обычно Это происходит Раз в неделю То есть По крайней мере Где я работал Мы раз в неделю Пушились в мэйн Потом я тебе расскажу Как это происходит Мерзились В summary В summary Напиши Lesson 1 Summary Lesson 1 Lesson 1 Да Коммит Ну и Пуш Вот она Команда На которой У тебя Завершается День Пуш Ориджин Пуш Ориджин Да Так Можешь зайти Теперь на гитхаб Проверить Что у тебя Реально Пуш Прилетел Уже получается К себе В профиль А нет Друг мой дорогой Это уже В наш общий профиль В эту организацию Организейшн Конечно Потому что Я попрошу Потом коллег Чтобы они Те тоже Кидали Пулли Квесты Когда ты У меня Уже Будешь Делать Какие-то Проекты Они Те будут Кидать Пулли Квесты Вот Это Очень Удобно Потому что Они Смогут У них Доступ Тоже К Репозиторию Есть Вот Это Очень Удобно Чтобы Они Смогли Сразу Правки Те вносить Без Пулли Квестов Сразу Через Коммиты Они Короче Они Те могут Делать Коммиты Потому что У них Фул Доступ И Даже Пулли Квест Не Нужен Будет То есть Они Просто Кидают Те Коммиты И Все Ты Так Очень Быстро Сможешь У